Гарли Кристаллайн, Хамов Джуж, Патмакан Ахпюриц. Если вы не помните мои предыдущие комментарии, если у вас нет возможности их посмотреть, я вам расскажу еще раз, что мы доводим все наши озабоченности по проблемным вопросам до той стороны, которой у нас соответствующие есть вопросы. В частности, вы сейчас говорили про Турцию, мы напрямую с ними обсуждаем эти вопросы. Теперь по поводу армяно-американских учений. Вы знаете, нужно вообще-то помнить и принимать во внимание враждебную линию Вашингтона по отношению к нашей стране. Это фактор. Вашингтон не просто в теории говорит о том, что у него есть желание нанести стратегическое поражение России, а реализует это на практике. Это раз. Поставляет вооружения, из которых убивают наших граждан. Это очень важно. Скажите, а коль скоро вы перешли на национальности, а вы понимаете, что на территории нашей страны, в наших городах, и в том числе в том месте, где применяются эти американские вооружения, живут в том числе и армяне. Вы знаете это? А вы задаете вопрос, что люди, с которыми вы ассоциируете, говорите о вашей обществе, это ваши слова, я хотел бы еще раз подчеркнуть, находятся в зоне, которая страдает от поставок американских вооружений. Когда вы этот вопрос будете задавать? Или это что, неправда? Это правда. Но почему-то так вы вопрос не ставите. И почему-то... Вы подождите, я отвечаю на ваш вопрос. Там есть и турецкое оружие, и даже азербайджанское. Есть и турецкое оружие, и даже азербайджанское. Вы понимаете, в чем дело? Вот нас волнует любое оружие, которое поставляется в зону конфликта, потому что это ведет к эскалации конфликта. Мы в данном случае не делим по национальности, чье это оружие. Французское, турецкое, американское, британское или какой-либо еще страны. Мы говорим о недопустимости поставок туда любых видов вооружений. Но коль скоро вы, а не я, начинаете делить по национальностям, я задаю вам вопрос. А вы понимаете, что под ударом этого оружия находятся люди той национальности, о которой вы проявляете заботу? Вы это понимаете? Это мой вопрос вам. Я это понимаю, но я хотел озвучить, что я все-таки представитель армянского СМИ. И я задаю вопросы, которые интересуют граждан и жителей. Но вы же так формулируете вопрос через национальный фактор, и я вам говорю об этом. Я попытался объяснить, почему я именно этот вопрос задал. Так я вам задаю тоже вопрос, почему вас не интересует, почему вы мне ни разу, или не мне, а кому-либо еще не задали этот вопрос, так как я его сейчас сформулировала. Вам что, этих людей не жалко? Или вы внутри национальности еще, у вас есть какие-то подгруппы? Более достойных, менее достойных? Нет, у меня нету такого деления. Нету, но тогда помните, что из поставляемых в регион американских... Еще раз говорю, помните тогда о том... Помните, пожалуйста, о том, что из оружия, которое поставляет американская сторона, в том числе, кстати говоря, Франция поставляет. Которая как бы на словах очень заботится об Армении и об армянском народе, убивает людей всех национальностей. Всех. Кассетные боеприпасы, мины, снаряды с обедненным ураном не имеют индикатора национальности. Они убивают всех. Или я не права? Мария Владимировна, опять говорю, я против поставок, но даже в вопросе поставок я видел случаи, когда тоже американское оружие говорится, турецкое не говорится. Или даже азербайджанское оружие. Российские военкоры очень много давали про азербайджанское оружие, которое Киев применяет против российских солдат, в результате которого российские солдаты погибают. Но почему-то на это реакции нет. Вопрос был об этом. Как-то нету. Можно я третью вопросу? Нет, 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 подождите, подождите, вы подождите. Вы заявляете тезис, который противоречит истине. Как-то нету. Когда мы говорили о том, что нас не беспокоят поставки вооружений в зону конфликта. Или мы каким-то образом разделяем правильные поставки вооружений от неправильных по национальному принципу. Это когда такое мы говорили? Это вы сейчас придумали. Ну, вот, знаете, на вашей совести это будет. Окей. Вот, третий вопрос. Сергей Лавров также заявил о союзных обязательствах между Арменией и Россией. Вот в этой связи хочется понять, на фоне концентрации азербайджаном в войске техники на границах Армении и отца. Если будет, не дай бог, какая-то новая агрессия, год назад уже помню, что было, будет ли оказана Армении военная помощь в защите границ? Я почему спрашиваю? Потому что единственная страна, которая даже не имеет союзных обязательств с Арменией, это Иран. Только Иран пока что заявил о том, что не допустит изменения границ в регионе, именно границы Армении. Вот хочется понять, вот на фоне этого кризиса в армяно-российских отношениях и всего, что будет в случае, не дай бог, агрессии Азербайджана против Армении? Для того, чтобы этого не было, для этого находятся в зоне конфликта, а я бы все-таки предпочитала слово в зоне урегулирования, российские миротворцы. И именно для этого Россия выполняет свою посредническую роль, призывая все стороны выполнять то, под чем подписаны.